Несмотря на морозную погоду, участники приехали даже из самых отдалённых городов и районов республики. Всего 28 человек. Это спортсмены из городов Уфа, Салават, Белебей, Мелиус и Глинского района. Команда города Кумертал в составе 10 человек. Они приняли участие во всех категориях. В соревнованиях среди инвалидов с нарушением слуха, нарушением зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Все участники настроены на победу. Большие перспективы у кумерталской спортсменки Аделины Пестряевой. У Аделины уже есть победы в республиканских лыжных гонках. Настрой отлично. Началась я заниматься три года назад. Катаюсь я с удовольствием. Тренируюсь. Соревнования проходят по двум возрастным категориям. Среди спортсменов от 14 до 18 лет, а также от 18 лет и старше. На таких встречах спортсмены общаются, находят новых друзей и отдыхают душой. Тем более, что данные соревнования проходят в живописном уголке республики, говорят они. Так что участников 18-градусный мороз не пугает нисколько. В прошлом году был на биатлоне в Уфе такой, такие проходили соревнования. Я получала там опыт. И вот пригласили еще на одни соревнования. Решила еще попробовать в вашем красивом городе Кумертау. Тут природа очень так красивая. Особенно сегодня в мороз. Владимир Казаков тренирует юных спортсменов. Кроме этого, он является сопровождающим для незрячих. Так спортсмен с нарушением зрения бежит за ведущим и ориентируется лишь на его голос. Это невероятно сложная задача для самого лыжника и, конечно, требует оперативной и точной работы ведущего. Ведь одна ошибка может обернуться неудачей для спортсмена. Лыжник из города Кумертау Вячеслав Коваленко со своей задачей справился успешно. Не очень сложно. Уже занимаюсь я лыжами два года, поэтому привычно по семь километров проходим. Каждый день, вечером после учебы. Спортсменам предстояло пройти от двух до трех километров в зависимости от категории здоровья. На всей дистанции дежурят судьи. Данный республиканский чемпионат является подготовкой к всероссийскому этапу соревнований, который пройдет в начале марта. Это отборочный старт для того, чтобы создать команду, которая будет выступать уже на втором этапе в Ханты-Мансийске. По итогам первого дня соревнований в гонках классическим стилем спортсмены города Кумертау в своих категориях завоевали шесть золотых наград. Так первые места заняли Петр Федоров, Павел Малянов, Владимир Казаков, Олег Дроздов, Алина Емилова, Аделина Пестряева. Во второй день соревнований в гонках свободным стилем спортсмены почти в этом же составе еще раз подтвердили лучшие результаты. Также Александр Моганев и Айдар Садыков на втором месте, Алина Емилова, Вячеслав Коваленко и Александр Ливин на третьем месте. Субтитры создавал DimaTorzok